В 2020 году Петербургский тракторный завод выпустил новый Кировец К7М. Познакомимся с этой машиной поближе. Над дизайном работали российские специалисты. Трактор получился гармоничным и рациональным в своих формах. Название К7М объединяет линейку тракторов. Сейчас в продуктовой линейке 11 моделей, мощностью от 300 до 428 л.с. Пластиковый капот аллигаторного типа легко взмывает вверх, открывая доступ к моторной установке для контроля и обслуживания. Секции в блоке радиаторов откидываются для удобства очистки. У Кировцев К7М новая трансмиссионная платформа. Новые усиленные ведущие мосты Т400. При этом трактор сохранил свое фирменное преимущество. Передний мост подвешен на полулептических рессорах. И по плавности хода у него практически нет конкурентов в собственном классе. На всех новых тракторах шины увеличенного типа размера, усиливающие тягосцепные свойства до полутора раз. У К7М универсальная сельхознавеска с усиленными нижними тягами. Опционально навесное устройство может комплектоваться системой позиционно-силового регулирования. Тяговый брус в базовой комплектации всех тракторов. Для привода гидравлики рабочего оборудования на заднюю полураму выведены гидравлические линии со стандартными быстроразъемными муфтами. Также есть линии для свободного слива и дренажа. Современные агрегаты и прицепы часто требовательны по энергопотреблению. Специально для их подключения есть линии с силовыми розетками на 12 и 24 вольта. Кабина теперь установлена на гидравлических опорах и больше не связана с рамой через такие мостики шума и вибрации, как лестница и глушитель. Новая кабина увеличилась в размерах. Задняя стенка отодвинута на 18 сантиметров. В кабине удобно, просторно и тихо. Настроить под себя пневмоподрессоренное кресло и рулевую колонку сможет механизатор любой комплекции. А рядом на пассажирском сидении свободно сядет помощник или агроном. На тракторе виртуальная приборная панель. На цветном контрастном дисплее все параметры трактора в поле зрения водителя. При установке оборудования дистанционного мониторинга, разъем на тракторе предусмотрен, контролировать местоположение и режим работы трактора можно через спутниковую систему GLONASS. Также на Кировец можно установить систему точного земледелия. В режиме автоматического управления по сигналу спутника он будет вести агрегат в поле с точностью до нескольких сантиметров. В новом Кировце система команд POS третьего поколения. Здесь практически все управление трансмиссией выведено на джойстик и четыре клавиши рядом с ним. Здесь все новое. Новая автоматизированная коробка переменопередач T7. Передача двигатель КПП без редуктора приводонасосов. Управлять трактором очень просто. Очень легкий руль. Огромный трактор на удивление очень маневренный. К тому же из кабины отличный обзор во все стороны. Для работы ночью на тракторе теперь 12 фар рабочего освещения. Новые кировцы отправляются в регионы, где их с нетерпением ждут будущие владельцы. Трактор в поле, хлеб на столе, как говорят на Петербургском тракторном заводе. А мы прощаемся с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин